МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередная программа «Бизнес-среда». Сегодня в выпуске. Как получить государственную поддержку? Как решить проблему нехватки залоговой базы для получения кредита в банке? Ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней программе. Июньский Чебоксарский экономический форум вновь превратит столицу республики в деловую площадку по Олжи. И завершит нашу сегодняшнюю программу традиционная рубрика «История успеха». Как получить господдержку? Наш первый сюжет о том, как предприниматели защищают свои бизнес-проекты для получения государственной финансовой поддержки. Успехи и неудачи. Подробности далее. На очередном заседании конкурсной комиссии по государственной поддержке предпринимателей, которые регулярно проводятся в Минэкономразвитии Чувашии, участвовали 27 предпринимателей. Все они молодые инициативные представители бизнеса, желающие получить грант на развитие своего дела. Представленные бизнес-проекты охватывали самые различные сферы деятельности. Компьютерную помощь для жителей районов республики, кабинет психологической помощи, грузоперевозки, видеосъемку, сферу развлечений, швейное производство, производство строительных материалов и многие другие. Добрый день. Просьба. Три минуты вам на самопрезентацию. После этого мы задаем вам вопросы. Презентуя свои проекты, предприниматели озвучивали сумму гранта, которую они просят от государства и рассказывали, на что они собираются его потратить. Все-таки вопросы. Первое. Почему 300 тысяч, а не меньше? Этот вопрос задавал министр практически каждому предпринимателю, подробно интересуясь тем, на что будут потрачены средства государства. 10 стульев – полторы тысячи, 15 тысяч рублей, видеокамера – ну 10 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, проектор плюс экран – ну еще 10 тысяч рублей, да, то есть, ну, сколько, 35, ну пускай 40 тысяч. 40 тысяч рублей. Плюс книжные шкафы, если вы их закажете индивидуально у предпринимателей, ну еще 15 тысяч рублей на пикинете, 55 тысяч рублей. Что еще вам не хватает? МФУ – 5 тысяч рублей, 60 тысяч рублей, дальше. Что еще? У меня вопрос, почему 300 тысяч рублей, а не 100? 300 тысяч – это максимальная сумма гранта. При условии реальных запросов шансы получить поддержку возросли бы в разы у гораздо большего количества предпринимателей. При решении вопроса о предоставлении государственной поддержки члены комиссии учитывают не только цели, на которые будут направлены средства гранта, но и исполнение предпринимателями налоговых обязательств, социальную направленность бизнеса, уровень заработной платы и создание новых рабочих мест. По просьбам предпринимателей мы повторяем сюжет о деятельности Гарантийного фонда Чувашской республики. Он будет интересен тем, кто не обладает достаточным залогом для получения кредита в банке. Обращение в Гарантийный фонд поможет решить эту проблему. В конце 2009 года в Чувашской республике был создан Гарантийный фонд. Эта структура была призвана решить одну из главных проблем предпринимателей, отсутствие залога для получения кредита в банке. За два с небольшим года более 160 субъектов малого и среднего бизнеса решили эту проблему. Они получили поручительство Гарантийного фонда Чувашской республики. В 2010 году, когда только открывался Гарантийный фонд, мы одни из самых первых воспользовались услугой, которую предстоял наш правительство Чувашской республики, ими по обеспечению гарантийных каких-то обязательств для банков с целью как раз помощи малого предпринимательства и среднего. Гарантийный фонд на сегодняшний день и в то время как раз предоставлял услугу по как раз этому обеспечению, то есть давал гарантию банкам. Тем самым увеличивал суммы, которые можно было взять в кредит, естественно, для того, чтобы развиться больше и ширше. И поэтому, в принципе, неплохо они тогда нам помогли. Эффект хороший, потому что, я говорю, как уже объяснял, что проблема у малого бизнеса, нехватка, как говорится, залога в основном, а как раз гарантия позволяет решить эту задачу. И, в принципе, я говорю, когда хочется больше кредитов, а дают меньше, да, но когда получаешь то, что нужно, естественно, результат совсем другой будет в итоге. Гарантийный фонд уже выдал поручительство на сумму почти 400 миллионов рублей. Это позволило привлечь предпринимателям почти миллиард кредитных средств. О том, как же работает гарантийный фонд, расскажет его исполнительный директор. Какая схема работы фонда? Предприниматель, значит, самостоятельно обращается в один из банков-партнеров, который сотрудничает с фондом по программе предоставления поручительств. На данный момент у нас заключено соглашение с 20 банками и одной лизингной компанией малого бизнеса. Предоставляет всю необходимую информацию, пакет документов собирает для банка. Здесь важно отметить то, что для фонда отдельно какого-то пакета документов собирать нет необходимости. Всю необходимую информацию мы получаем непосредственно от самого банка. В случае, если действительно нехватка залога обеспечения налицо, значит, банк информирует заемщика о привлечении гарантийного фонда и в случае принятия положительного решения подписывается трехсторонний договор поручительства между банком, фондом и непосредственно заемщиком. После чего заемщик получает кредитные ресурсы. Что касается основных условий предоставления поручительства, в первую очередь поручительство предоставляется по обязательствам сроком от одного года в сумме от одного миллиона рублей. Поручительство фонда ограничено 50%. То есть, в случае, если необходимо привлечь кредит в размере, допустим, полтора миллиона рублей, максимальная мера ответственности фонда составляет 750 тысяч. То есть, на 50% заемщику, как минимум, нужно найти своего обеспечения. Срок предоставления поручительства на данный момент составляет 5 лет. Для отдельных категорий сельхозтоваропроизводителей он увеличен до 7 лет. Однако гарантии правительства Чувашской республики не могут быть предоставлены предпринимателям, осуществляющим подакцизную деятельность или тем, кто берет кредит для того, чтобы рассчитаться по зарплате, налогам или же перекредитоваться. Чтобы получить поручительство фонда, необходимо соблюсти несколько условий. К заемщикам, то есть субъектам малого и среднего предпринимательства, также есть ряд условий. В первую очередь, он должен быть зарегистрирован на территории Чувашской республики, не иметь просроченных платежей по налоговым и иным обязательным платежам, осуществлять свою хозяйственную деятельность свыше трех месяцев и иметь, как я уже говорил, обеспечение по кредиту не менее чем 50%. Предприниматели с помощью поручительств фонда берут кредиты на закупку оборудования, новых производственных линий, расширяют свой бизнес. Эта государственная поддержка также вносит существенный вклад и в обеспечение занятости населения. Благодаря гарантийному фонду предприниматели Чуваши сохранили более двух с половиной тысяч рабочих мест и создали более двухсот новых. Со всей необходимой информацией вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте, на который, кстати, с недавнего времени существует вкладка «Калькулятор», где вы сами самостоятельно можете рассчитать сумму вознаграждения, необходимую для получения поручительства. Шестой Чебоксарский экономический форум соберет столицы республики с 18 по 24 июня представители власти, предприниматели, экспертов, общественных деятелей со всех уголков страны, а также стран зарубежья. Биржи контактов бизнес-форума 2013 обещают быть весьма продуктивными для предпринимателей. Подробности в актуальном интервью. Владимир Александрович, приближается июнь. Традиционно в это время Чебоксар становится деловой площадкой по Волжье. Чебоксарский экономический форум собирает гостей со всей страны, со всего мира. Обозначьте, пожалуйста, основные мероприятия в рамках нынешнего форума. 20-21 июня действительно у нас пройдет экономический форум, который мы в этом году назвали «Регион России от стабилизации к развитию». В этом году это 18 площадок по всему городу. Это 13 мест проведения форума. Как я сказал, 18 круглых столов, конференций, бизнес-саммитов. Плюс планируется подписание ряда соглашений. Это из Института поддержки деловой России. Это у нас обещается по визитам губернатора Тульской области. Это и подписание соглашения о сотрудничестве. А также мы являемся участниками технологических платформ, ряда технологических платформ, которые в том числе будут проходить у нас здесь. И подписание соглашения о взаимодействии с одной из технологических платформ. В 2010 году были федеральным министерством утверждены 32 технологические платформы. Это институт поддержки промышленников, образования. Это дискуссионный совет, где собирается участник технологических платформ. Мы являемся участниками девяти технологических платформ. И обсуждаем наболевшие или проблемные темы. А кроме того, и перспективные темы, которые необходимо уже реализовать сегодня. Но это особенно актуально после того, как ужесточилась конкуренция на рынке. После вступления в ВТО, создания таможенного союза. Это инструмент, который будет способствовать созданию новых продуктов и выхода на новые рынки. Так вот, здесь у нас будут проходить четыре выездные технологические платформы единовременно. То есть такого претендента в России еще не было. То есть они отдельно где-то как-то проводятся. Мы объединили на нашей площадке четыре технологические платформы. Это вот по применению новых композиционных текстильных материалов. Пройдут достаточно интересные темы. Будут обсуждаться, вернее, интересные темы. Это и применение в техническом текстиле. Это и применение вот то, что сегодня летает и в космос. Я не буду раскрывать все секреты. Но в этом участники, кто побывает на этих технологических платформах, они могут сами лично убедиться, ну, и для себя что-то новое открыть. Кроме того, будут обсуждаться биологическая безопасность, экологическая безопасность. Ну и четвертая платформа – это вопросы по реализации инновационной дороги. То есть мы все сегодня так же… Я почему вначале сказал, что сегодняшний форум будет задействован для каждого жителя, потому что мы сегодня являемся или пешеходами, или водителями. И вот видим, как в состоянии у нас приходит дорога. То есть тоже будут обсуждаться в рамках технологических платформ новые решения в улучшении дорожного покрытия. Следующий вопрос – это проведение бизнеса по проблемам выхода на внешние рынки. То есть, еще раз, вот, соберется также весь Приволожка федеральный округ. Соберутся центры экспортной поддержки всего округа по вопросам выхода субъектов мало-среднего предпринимательства на внешние рынки. Следующая тематика – это пройдет тоже такое всероссийское совещание по проблемам, по вопросам агропромышленного комплекса. Это, в частности, свиноводство. То есть у нас здесь также соберутся ведущие ректора, то есть ученые в области свиноводства и сельхозсельскохозяйственной деятельности России, департаменты, профильные министерства сельскохозяйства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Представители Академии наук, Российской Академии, Сельхозяйственной Академии наук, где также будут обсуждаться вопросы развития свиноводства, адаптации европейского молодняка у нас здесь, в республике, ну и вообще в странах СНГ. Следующая тематика – это вопросы здравоохранения. То есть мы сегодня существует... Ну, вы знаете, что наша система здравоохранения достаточно эффективно функционирует. И также сюда приедут заинтересованные субъекты, которые хотят поделиться опытом или узнать, как у нас это реализуется. Вопросы, связанные с модернизацией здравоохранения, с борьбой неэффекционных заболеваний, наркологическими заболеваниями, наркологическими заболеваниями и так далее. Ну, то есть, еще раз говорю, что мы затрагиваем достаточно такой широкий спектр вопросов, которые будут рассмотрены в рамках... 18 площадок – это никогда такое еще не было у нас. Какие эксперты ожидаются на Чебоксарском экономическом форуме? Представители власти, бизнеса, общественности? Из каких стран, из каких регионов Российской Федерации? Мы ожидаем практически все субъекты Российской Федерации. То есть если, ну, во-первых, первое – это в образовании, это вешепривозки федерального группа, то, что проводит Министерство сельского хозяйства у нас, это по вопросам агропромышленного кодекса – это вся страна. По технологическому, у нас четыре технологические платформы, это также опять вся страна проводит. Приезжают представители субъектов практически со всех регионов. Что касается бизнес-саммита по выходу на внешний рынок, это опять привозка федерального группа. То есть, ну, как я уже сказал, что это представители, начиная от Девостока до Калининграда. Приезжаются представители международной финансовой корпорации, которые... У нас есть сегодня опыт взаимодействия по созданию объектов, ну, в частности, дошкольных образовательных учреждений, вы знаете. То есть, приедут представители вот этой международной финансовой корпорации, съедутся гости со всей так же страны, где будут обсуждать вопросы взаимодействия между финансовыми институтами. Чем отличается форум 2013 года от предыдущих? В этом году форум, наверное, отличается от предыдущих лет в плане того, что в рамках форума будут рассмотрены практически все основные вопросы, касающиеся экономики, ну, и каждого жителя республики. Это начиная от образования, от профессионального образования, высшего образования, сельского хозяйства, здравоохранения, так и за ограниченными вопросами промышленного производства и так далее. В этом году это не региональные мероприятия, а они больше все-таки страновые, окружные. То есть, вот, 18-19 в частности пройдет мероприятие, связанное с межрегиональной конференцией, межрегиональный совет Приволжского федерального округа по вопросам профессионального образования. Мы знаем, что сейчас проходит реформирование системы профобразований, и вот первые итоги будут обсуждаться именно вот здесь, в республике у нас, в рамках вот этого нашего форума. Где планируется, ну, как я сказал уже, кроме как обсудить вопросы, это итоги модернизации профобразований, но в том числе самое главное – это интеграция науки, бизнеса и образования в едином процессе. Ну, то есть, больше всего это объединение или вливание предприятия в образовательные процессы. В какие сроки будет проходить форум, и какие площадки будут задействованы? – 18 по 19 – это первая часть форума, это связано с образованием. 19-го, 20-го числа у нас будет пленарное заседание, основные бизнес-саммиты, круглые столы, межрегиональные конференции. 21-й завершающая часть, то есть, то, что мы не обсуждили, не успели, а сегодня просто там громаднейшей популярностью пользуются технологической платформой, мы планировали их провести в один день. Но, говорю еще раз, поступило настолько много предложений по обсуждению актуальных тем в рамках этих платформ, что нам пришлось их разделить уже на два дня. Поэтому с 18 по 21, 21 у нас начинается работа и выставки параллельно, 21 до 24 числа, включительно до конца Дня Республики. Планируется, еще раз, 13 площадок для проведения форума. Это и республиканский бизнес-нокубатор, это национальная библиотека, национальный музей, театр оперы и балета, это ряд промышленных площадок, образовательных учреждений. Чебоксарский экономический форум стал неотъемлемой частью экономической жизни республики. Что получает экономика республики от проведения данного форума? У нас экономический форум – это не площадка, где мы заключаем только контракты. Хотя такие тоже есть. Мы заключали и соглашения о реализации определенных проектов, которые сегодня реализуются. Но в целом, больше всего, это для обмена опытом, для дискуссий. Там, где участники форума могут наладить контакты какие-либо, обсудить перспективные темы развития, сотрудничество, обсудить новые проекты, категорично подойти к новым проектам. Почему? Потому что созданные технологические платформы, они сегодня, в принципе, являются инструментом для отбора лучших проектов для последующего финансирования. Поэтому, вот еще раз, то, что у нас здесь выйдут проекты, а у нас и кроме того, как приедут гости, будут добиться и наши предприятия для того, чтобы доказать, что их проект, он лучший, с целью последующего финансирования. Поэтому, первое, это дискуссионные площадки, где могут обменяться опытом. Ну и второе, это тоже не менее важно, где мы можем доказать, что мы занимаем определенные, там, хорошие положения в экономике страны, для того, чтобы получить и в том числе федеральный финансирование для реализации этих проектов. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «История успеха». Обратился сюда, вот, в бизнес-инкубатор, значит, пришел, позвонил по телефону соответствующему, меня пригласили сюда, объяснили, что нужно для этого делать. Я очень благодарен сотрудникам, которые мне помогли составить бизнес-план. Значит, я примерно в черне, это я понимал, что такое бизнес-план, но чтобы сделать конкретнее, вот, там, это достаточно серьезный документ, значит, мне здесь помогли, практически сделали по моему обращению бесплатный бизнес-план, я очень благодарен за это. Обратился в администрацию, значит, что и в администрации города тоже поддержал, что нужны эксперты, значит, ходатайства. Ну и самый бизнес-план мой был представлен на конкурс. Значит, пригласили меня потом на конкурс, на конкурсе, значит, тоже так же задавались вопросы, была большая комиссия, вот, вот, и, в общем-то, я, ну, на вопрос я ответил, сомнения были, дадут, не дадут. В судебных спорах в сфере строительства нередко возникает потребность ориентироваться в некоторых особенностях отрасли, а точнее, уметь проводить и знать тонкости строительно-технической экспертизы. Экспертиза представляет собой особый род обследований, в ходе которых применяются специальные инженерно-технические познания в области строительного дела, проектирования, материаловедения, составления смет, нормативно-правового регулирования строительного комплекса, многих смежных дисциплин. Используются специализированные оборудования и инструменты. Целью такого обследования является получение фактических данных, которые невозможно установить иными способами, например, в ходе заслушивания обычных свидетельских показаний. Идея заниматься подобным бизнесом, она пришла, поскольку я строительный профессионал, всю жизнь проработал в строительстве. И вот в последние годы, в связи с перестроечными делами, были ликвидированы крупные строительные организации, появилось много мелких строительных организаций, которые, скажем, не всегда, по независимым данной ситуации и от них причинам, не имели необходимой документации, не имеют необходимых специалистов и так далее. Значит, главков нет. Контролировать некому стало. Один момент. Второй момент. В связи с тем, что, значит, уже появились организации, как бы, он же заказчик, он же подрядчик, он же субподрядчик, и он же, значит, принимает свой объект. Понимаете? Сдает свой объект. Все в одном лице. И сам себя контролирует. Ослабло звено контроля. А контроль, он всегда необходим, тем более в строительном деле. Ну, знаете, случаи, скажем, вот, трансвальд-парк, обрушение крупного объекта, там, хотя и проектная документация была, все вроде, все было сделано, но, тем не менее, эти случаи произошли. Это чрезвычайный случай. Их надо ликвидировать, чтобы их не происходило. Это связано с жизнью людей, с безопасностью людей и так далее. Суды очень нуждаются в экспертах. Почему? Потому что очень много судебных дел бывает, значит, там разбираться надо, значит, кто-то хочет, кто-то не хочет устранять свои недостатки. Вот. Для того, чтобы принять это решение, им нужны консультации или заключения, значит, специалистов. Цель моей работы не то, что там кого-то в чем-то видеть, а помочь. Помочь строительным организациям, помочь потребителям, покупателям квартир, чтобы они, человек, покупая квартиру, имел качественную, хорошую, значит, самую квартиру и хорошее жилье, чтобы он жил в этой квартире благополучно. Почему? Потому что человек, покупая квартиру, хочет им пользоваться нормально, так ведь, чтобы эта квартира его радовала, а не огорчала. И для того, чтобы найти какие-то, сам, недочеты и так далее, значит, сама, и устранить эти причины, чтобы человек дальше мог жить нормально, вот и пришла у меня вот эта мысль, значит, саморабота экспертом. Независимая судебная строительная экспертиза позволяет оценить, насколько выполненные работы соответствуют проектным, договорным и нормативным требованиям, позволяет определить объемы и стоимость уже выполненных работ, а также работ, которые еще предстоит выполнить в дальнейшем. Экспертиза включает в себя анализ достоверности об основанности строительной документации, определение причин и масштаба повреждений, возможностей и стоимости их устранения. Когда в дело вступает высокопрофессиональный эксперт со специализированным оборудованием, утаить недочеты в строительстве становится крайне сложно. Мой бизнес-план прошел конкурс и, значит, получил сертификат, значит, на грант. Получив этот сертификат, я как бы воспрянул духом. Для меня это было, скажем, признание моего понимания своего положения в обществе. И для меня это был, скажем, большой аванс для того, чтобы продолжать и дальше работать. Конкретно лично я, значит, самая, развивая свою идею и свое продвижение создания бюро, значит, приобрел необходимое вот это вот оборудование, оргтехника. Дальше, значит, приобрел необходимый инструмент для производства экспертизы. Вот конкретно вот этот, значит, изменитель инфракрасной и инфракрасной температуры, о котором я мечтал в свое время. На достигнутом Иосиф Дорофеевич останавливаться не собирается. Он регулярно проходит курсы по подтверждению квалификации эксперта и в дальнейшем планирует серьезно расширить штат своего бюро. После того, как я получил грант, значит, у меня по бизнес-плану тоже предусмотрено было обучение людей. Значит, обучение, оно стоит определенных средств, денег. Вот, конкретно на сегодняшний день я обучил одного специалиста. Специалист обучился у меня, значит, обучение прошло, получил сертификат, значит, и сейчас, значит, я его буду потихонечку уже, значит, так сказать, натаскивать на работу, значит, буду брать с собой для того, чтобы он стал полноценным экспертом. Сейчас конкретно, я, скажем, имею уже такой возраст, я хочу обучить молодых. У меня очень большое желание создать полноценное бюро. Значит, вот по строительной специальности конкретно 7, значит, разделов по специализации разделено. Раньше, если была одна специализация строительной технической экспертизы, сейчас их 7 разделов, по 7 разделов. И мне хотелось бы иметь такое бюро, обучить. И у меня есть идея, мысль, я, в принципе, так уже имел беседу со строительным факультетом нашего университета, чтобы выпускников привлечь, или же, значит, со студентами пятых курсов, уже последних курсов, значит, организовать курсы, как бы их стажировать сначала, посмотреть, если у кого будет желание работать, экспертам тогда, значит, уже привлекать. По традиции мы спросили предпринимателя о его бизнес-кредо. Кредо, оно, чтобы развивалось общество, значит, и специалисты, чтобы развивались. Для того, чтобы, значит, вся производимая продукция строительная, значит, конкретно в данном случае, она была бы качественная, и используется по назначению, значит, ну, и использует для жителей, и в целом для всего общества. Наша программа подошла к концу. В завершении полезная информация для предпринимателей. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok